Дорогое собрание, братья и сестры, мир вам! Господь нам встречу подарил прекрасные возможности, прекрасные времена, дорогие минуты нам Бог даровал. Это милость нашего Господа Иисуса Христа, и не иначе, дорогая Церковь Иисуса Христа. Я помню раньше, некоторое время назад, уже года прошли, когда так Бог усматривал, что мы с братом Виктором по служению были на этом месте, в этой церкви, очень часто приходилось быть, но некоторое время прошло, и как-то оно немножко нас, ну, уже реже начали быть в этой церкви, но сегодня пришел такой день, такое время, друзья, что Бог опять начал нас сближать нашими детьми. И благодарение нашему Иисусу Христу, что Бог совершает сегодня такие моменты нашей жизни, где нам приходится быть именно по таких причинах в этой церкви, в этом богослужении, вместе помолиться, вместе прославить нашего Господа. Ибо Ты един свят, свят наш Господь, Саваоф, Церковь Иисуса Христа. Тот свят, и Он достоин славы, Он достоин чести, Он достоин поклонения наш Господь Иисус Христос. Брат Ваня предложил мне сказать слово кратенько, до молитвы, говорит, скажи, до молитвы. Конечно же, друзья, я хочу говорить, я очень люблю говорить до молитвы. Я очень люблю именно слышать или чувствовать, когда народ молится за меня, когда я проповедую. Я очень люблю, друзья дорогие, когда церковь, как одна семья, как единство, как единую, вы знаете, несут на руках молитвы, особенно тех, которые нуждаются в этих молитвах. Сегодня нуждаются наши братья-проповедники, наши поющие, наши молитвенники, чтобы их кто-то еще поддерживал им в их молитвах. Носите бремена друг друга. Сегодня брат Ваня в начале, начало богослужения, и напомнил такое место, и говорит, что и было слово Господне вторично к Еремии, когда он находился, вы знаете, в очень трудном, сложном ситуации. Я себе сижу и думаю, а когда первый раз было ему слово? Какое слово было от Господа первый раз? И где это было? Я не знаю, Библия не говорит. Говорит только, что было вторично. И что же там было? Возови ко мне, и я отвечу тебе. И не иначе. Не скажено, возови ко мне три дня, или сколько там времени, или как. Просто возови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу тебе великое, недоступное чего-то еще, не знаю. Возови ко мне, Церковь Иисуса Христа, возови к Иисусу Христу, к тому, который свят, который сегодня своими рызами святости хочет сегодня взять тебя в свой удел своими рызами, теми, которые, возможно, вы знаете, кто немногие сегодня чувствует и знает, но Церковь Иисуса Христа помазана Духом Святым. Она сегодня может чувствовать прикосновение рыз, прикосновение пронзенной доброй руки нашего Господа Иисуса Христа. Наши певцы, наши хористы, они сегодня, я верю в то, что чувствуют прикосновение сильной руки нашего Господа Иисуса Христа. Ибо Ты един свят, а мы имеем право именно прикоснуться к нашему Господу Иисусу Христу. Хрисус когда-то озирается, говорит, кто-то прикоснулся ко мне. Ученики говорят, рови народ, теснил нести тебя, а ты говори, кто-то прикоснулся. Он говорит, я знаю, кто-то прикоснулся ко мне, потому что из меня изошла сила, дорогая Церковь. Я хочу, чтобы эта сила, которая когда-то изошла до Иисуса Христа, на ту женщину, которая была в нужде, на тех людей, которые были в нуждах, чтобы сегодня она и на этом месте, и сошла и на тебя, и на твое сердце. Сегодня брат подметил такое место, говорит, что и птичка находит в себе жилье, и ласточка, гнездо, и много где положить птенцов своих, своих алтарей твоих, Господи. Сегодня мы своих птенцов, братья и сестры, несем пред алтар нашего живого Бога, где положить, Господь, у алтара твоего моих птенцов, моих детей, моих тех, которые именно нуждаются в твоей милости, в твоей помощи, в твоей силе. Где положить, Господи? Как положить? Как тебе предложить? Как тебя умолить, что мои дети, мое наследство сегодня было твоего алтара, было вместе с тобой, проставляло у тебя достойного, правда, Бога, братья и сестры. Я читаю Слово Божие из Откровения. Хочу напомнить всем известное место, очень оно как-то, вы знаете, касается, оно одно время очень коснулось моего сердца. Оно коснулось потому, что я увидел, как-то прочувствовал, что это этот агнец Божий, который победил. Откровение Иоанна, значит, пятая глава, с первого стиха ниже. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. И я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу и снять всем печати ее. И я взглянул. И вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, пали пред агнцем и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу, снять ее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена языка народа и племени. Братья и сестры, до сего места, вы знаете, здесь написано, что полные фимиама, которые суть молитвы святых. Дорогие братья и сестры, конечно, нам нужно стремиться, чтобы наша молитва, она была названа пред Богом или предстояла пред Богом, как молитва святых. Пусть Бог поможет, пусть Бог благословит каждого из нас. Пусть Бог до силы каждому из нас. Вы знаете, здесь написано, что не было никого ни на небе, ни на земле, ни под землей не нашлось, чтобы кто мог раскрыть эту книгу. Я вот рассуждал сегодня утром и думаю, Господи, а где же ты находился? Ни на небе, ни на земле, ни под землей. Где же ты? В каком месте, в каком именно, в каком, где ты находился в то время, когда вот это происходило, братья и сестры? Вы знаете, Библия говорит, что он висел между небом и землею. Возможно, я так себе думаю, наверное, он в то время, когда висел между небом и землею, он брал на себя наши немощи, он нес наши болезни, братья и сестры, в тот момент. Агнец Божий, который говорил отцу, отче, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Это был момент роковой, когда он на себе брал наши немощи, когда он нес наши болезни. Библия говорит, что мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Бога, но он извязан был за грехи наши. Он мучен за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы истелились в церковь Иисуса Христа. Слышишь сегодня, что говорит Библия? Ранами его мы истелились. Сегодня истеление его длани, оно касается твоего и моего сердца, и он хочет сказать тебе, дорогой брат и сестра, дорогой друг, нет разницы, в каком ты сегодня состоянии, он хочет сказать тебе, мир тебе. Возможно, ты ему не доверяешь. Возможно, ты говоришь, Господи, ты слышишь кого-то, где-то, это было когда-то, где-то большие события, большие братья, но Бог сегодня хочет сказать ранами своими. Я истелил тебя, я даю тебе прощение, я даю тебе свободу, я пришел именно, чтобы отпустить измученных на свободу. Ранами его вы истелились, братья и сестры. Сегодня это истеление, оно имеет силу, сегодня истеление благодати Духа Святого, оно на этом месте, оно, Бог хочет, чтобы доверились ему, доверились ему нашу жизнь, доверили именно ему, и он управит, и он поможет, и он оставит, и он совершит, и он простит каждого из нас, приходящего ко мне, и они изгонивают, братья и сестры, мы, как человеки на земле, вы знаете, в служении, в церкви, нам очень хорошо сидеть, слышать, петь, молиться, Бог приводит славу Иисусу Христу, но когда выходим мы на свою обычную, обычную жизнь повседневную, вы знаете, приходят искушения, трудности, приходит мысль, особенно в трудных моментах жизни, ты никому не нужен, тебя никто не слышит, ты просто забытый людьми, забытый Богом, забытый всем, но я хочу вам сказать, Иисус Христос когда-то сказал, все я с вами, во все дни, до скончания века, не только в служении, не только когда мы выезжаем, но и в повседневной нашей жизни, все я с вами, во все дни, до скончания века, ободрите сегодня церковь Иисуса Христа, он победил, он достоин, этот муж, он много плакал, он много, вы знаете, ну думал, не знал, кто где откроет вот эти, снимет вот эти печати и говорит, что он лев от колена Иудина победил и достоин открыть эту книгу и снять с ее печати достоинство, это пришло через страдания, через Голгофу, вися между небом и землею, и он и тогда, в тот момент, когда вися между небом и землею, он начал прощать, он начал вводить в царствие Божие даже тогда, и даже того, который был последний, как сказать, человек этого общества, того времени, он и ему сказал, что ныне же будешь со мною в раю, тем более сегодня люди, которые чтущие Бога, они усилятся, они будут действовать, потому что время действовать сегодня Духу Святому на этом месте, братья и сестры, я хочу молиться, я вижу, что время уже ее к молитве, я хочу, чтобы на этом месте сегодня этот огонь благодати, огонь Духа Святого, он с ней сошел, и мы сказали, Господи, хорошо нам здесь быть, аминь, молимся, аллилуйя.